Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы постоянно держите связь с Крымом, у вас там много друзей. Какие настроения сейчас в Крыму? Понимают ли они, что на самом деле происходит? И плавно переходя к теме вот этой вот желтой зоны, что она означает и какие ограничения на себе почувствуют непосредственно люди в России и временно неподконтрольных территориях Украины? Здравствуйте, слава Украине. Здравствуйте, слава Украине. Либо цены растут, это достаточно сложно скрывать и не видеть. Вот, соответственно, да, люди понимают, что происходит. Часть людей не согласна и пытается осуществлять какое-то сопротивление. Да, оно не многочисленное, но все равно люди выходят на одиночные акции протеста, людей арестовывают, дают административные штрафы в виде лишения свободы на какое-то количество суток. Либо достаточно большие штрафы людям приписывают, люди пытаются после этого покидать территорию полуострова. К примеру, не так давно мы общались с активистом из Крыма, который еще 24 февраля фактически в первый день вышел перед зданием Верховной Рады Крыма с плакатом «Нет войны». Я сфотографировался с ним, пошел на работу, услышал от своего руководства массу ложной информации по поводу того, что происходит на территории Украины, что российские власти якобы демоцифицируют эту территорию и так далее. На следующий день, даже в этот же день, фактически к нему пришли домой, где живет его мать, и где он временно находился, просто в гостях люди в гражданском. Схотели его под руки, повезли общаться в здании МВД Крыма. Поэтому такое запугивание активистов, которые выходят на такие одиночные акции протеста, они продолжаются. И вот, собственно, этот активист через какое-то время, через почти две недели, запугивание его со стороны работников правоохранительных органов. Он выехал с территории полуострова и сейчас находится на территории одной из европейских стран. Да, но эта история, она на самом деле не единичная, поэтому люди хотят и осуществляют такое сопротивление, хоть и немногочисленное. Мила, расскажите, пожалуйста, непосредственно о, знаете, мы очень много говорим о соблюдении прав человека. Я понимаю, что сейчас дел не то, что одна стопка, тут я не знаю, сколько вообще десятки, наверное, тысяч дел будет возбуждено, но в том числе в рамках полуострова Крым. Я знаю, что там в последнее время мобилизировали людей, крымчан, на войну против своей же, по факту, родины, Украины. Скажите, пожалуйста, под какую статью это попадает и фиксируете ли вы представительство президента ВАЭР Крым такие факты? Следует сказать, что на территории Крыма, как и на территории Российской Федерации, начался призыв в российскую армию. Да, это весенний призыв начался 1 апреля, собственно говоря, по данным оккупационных администраций, к примеру, Севастополя, призвано уже минимум 500 человек из Севастополя. Что касается того, что фактически срочников отправляют на войну против Украины, есть этому подтверждение, хотя, согласно российскому законодательству, это запрещено, и российские власти всячески говорят, что мы этого не делаем, но факты есть факты, и такие военнопленные, в том числе на территории Украины, были взяты в плен со стороны украинских, наших вооруженных сил Украины. Собственно, на территории полуострова мы фиксируем похороны, которые там осуществляются, то есть мы это видим и по открытым. Источникам и по закрытым. На территории полуострова было уже 40 похорон, из них солдат российских, да, из них по нашей информации, то, что мы смогли верифицировать, минимум 25 человек являются гражданами Украины, то есть уроженцами именно Крыма. Часть из них, они перешли когда-то в 2014 году и стали поддерживать российскую власть и потом служить в российской армии, да, как бы коллаборировали фактически и предали присяги. Да, такая мобилизационная кампания, она осуществляется достаточно активно, в том числе даже пытаются сделать так, чтобы ребята, которые учатся в Киеве, во Львове, ряде других украинских городов, которые ехали до 24 февраля домой просто к своим родителям, либо к родственникам, даже им присылают повестки, чтобы они явились в военкоматы, поэтому мы говорим о том, что да, это носит массовый характер, по моей информации, то, что мне рассказывают знакомые, друзья, это действительно очень активно происходит, активно пытаются призвать крымских татар для того, чтобы поддержать такой российский нарратив о массовой поддержке так называемой специальной операции в войне, да, против Украины, Российской Федерации против Украины, поэтому, да, это носит массовый характер. Если возвращаться о теме желтого режима, который внедряется в Российской Федерации, скажите, пожалуйста, вот нас в том числе смотрят сейчас и граждане Российской Федерации, граждане временно оккупированного Крыма, чего можно ожидать, вот, зная психологию Российской Федерации, зная их цинизм, возможно, провокации какие-то, опять же, теракты, о которых предупреждала разведка наша? Ну, как мы знаем, Российская Федерация, собственно, обвиняет Украину в том, что она планирует сделать сама, да, когда Украину пытаются обвинить в том, что она будет, там, какое-то химическое оружие против своих же граждан, как они говорят это делать, да, на территории, там, Донецкой, Луганской областей и так далее, то, как бы, мы видим, что определенные элементы мы уже увидели в Мелитополе, да, о чем, как бы, сообщали украинские военные. Когда Российская Федерация или оккупационные администрации Крыма говорят, что на 15 суток они вводят, там, этот, так называемый, желтый уровень тер опасности, да, то мы, конечно же, подразумеваем, что, скорее всего, будут провокации с их стороны и будут обвинены в этом в первую очередь украинские граждане, и мы не исключаем те граждане, которые были фактически вынуждены въезжали на территорию полуострова, к примеру, как жители Херсонской области, да, которым единственный путь выезда с территории, которая временно не подконтрольна украинскому государству, это через территорию, собственно, Крыма, а потом через, там, Россию и третьи страны, да, либо тех жителей Мариуполя, которых незаконно фактически депортировали, да, вывезли незаконно на территорию Крыма, и мы не исключаем, что их будут обвинять в алистических актах, потому что если посмотреть на те сообщения, которые оккупационные администрации распространили, да, о том, что вот вам нужно следить за тем, одеты ли люди не по сезону, там, в каких-то куртках, я так понимаю, да, либо, там, следить за каким-то, там, чемоданами и так далее, фактически намекая на то, что люди, которые приехали, там, бежав от войны, либо кого они насильно фактически вывезли с украинских территорий, да, на территорию Крыма, могут обвинены быть в проведении каких-то террористических действий. Ну и, собственно, мы это видели на протяжении восьми лет временно оккупированного полуострова, когда, там, к примеру, Наримана Джелялова, первого заместителя угловой Меджелиса, крымско-татарского народа, обвинили в диверсионных действиях, да, которые он якобы планировал на территории полуострова. Можно называть ряд других имен, когда крымских татар, украинцев, либо украинцев, которые приехали с материковой части Украины на территорию временно оккупированного полуострова, обвиняли потом в диверсионных, либо террористических каких-то актах. Можно вспоминать, там, и Геннадия Лемешко, там, не знаю, Панова и ряд других людей. Поэтому это стандартная практика для России. Тамила, и последний к вам вопрос. Опять же, в рамках Крыма хочется все-таки немножко и эту тему зацепить, потому что, понятное дело, это временно оккупированная территория, и, как показывает практика, Российская Федерация очень большой регион сделала непосредственно военным, по факту, сделав из полуострова военный объект. Скажите, пожалуйста, работает ли сейчас как-то коммуникация представительства президента Автономной Республики Крым вместе с Офисом Президента, вместе с международными партнерами по фиксации передвижения военной техники, по фиксации подготовки к терактам, о которых вы вот ранее рассказали, возможных терактов в Крыму? Мы на еженедельной основе делаем такие короткие брифы о ситуации на территории полуострова и рассылаем, конечно же, их украинским компетентным органам, либо делаем такую информацию на английском языке, распространяем нашим международным партнерам. Эта информация касается разных аспектов жизнедеятельности Крыма в условиях полномасштабного вторжения в Украину и социально-экономической ситуации, и ситуации с милитаризацией полуострова. Мы неоднократно говорили о том, что Крым за последние 8 лет стал просто большой военной базой. Следует говорить, что вся территория Крыма полностью милитаризирована. Мы видим большое количество скоплений военной техники на территории полуострова, большое количество военных, и, собственно, Крым был этой вот точкой, откуда фактически осуществлялось нападение на украинскую суверенную территорию, откуда был заход, собственно, военных с территории полуострова. Поэтому, да, это большая военная база. Об этом неоднократно мы говорили и в резолюции Генеральной Ассамблеи УО, относительно милитаризации. В прошлом году она в декабре была принята и двумя годами ранее. Поэтому международные партнеры достаточно хорошо осведомлены о ситуации на территории полуострова. Мы это делаем на постоянной основе. Не так давно мы вернулись с моей коллегой Марией Томой, которая возглавляет у нас департамент Крымской платформы, из поездки в Варшаву, в Брюссель, где мы говорили, собственно, с дипломатами, в том числе с сотрудниками различных европейских структур, и информировали их, собственно, о ситуации в Крыму, и в том числе с милитаризацией полуострова после уже 24 февраля.